всем привет наверняка каждому из вас знакома такая ситуация зеркале вы один человек а на фото совершенно другой будто фотоаппарат накладывает свой какой-то особый фильтр и сегодня мы разберемся что же все-таки ближе к нашей реальной внешности отражение или снимок и почему зачастую мы воспринимаем себя в зеркале и на фото совершенно по-разному чаще всего в зеркале мы смотримся дома а дома мы чувствуем себя максимально свободно расслаблено и комфортно а в кадр мы попадаем как правило на чужой территории более напряженной и не подготовлены поэтому иногда бывает что в зеркале перед уходом на вечеринку мы выглядим безупречно а кадры с мероприятия показывают совершенно обратно все дело в том что наше лицо совершенно несимметрично причем абсолютно у всех людей у кого-то это выражено сильнее а у кого-то слабее из-за этого и возникает вся эта путаница каждое утро в зеркале мы смотрим на себя с традиционного места под традиционным углом и как следствие мы привыкаем к своему отражению с определенного одного ракурса а на фото нас никто не предупреждает когда как и с какой стороны будет сделан снимок любое освещение имеет свою температуру но когда мы смотримся в зеркало мы не улавливаем эти температурные особенности так как наш мозг будучи суперкомпьютером все разницы уравнивает и показывает цвета лиц которым мы привыкли а на фото фиксируется действительное освещение со всеми смешанными разницами температуры света поэтому в жизни на нашем лице может играть множество цветов и теней но в зеркале мы будем воспринимать себя совершенно обыкновенными тогда как на снимке отобразится реальная световая обстановка не забывайте еще о том что в обычном зеркале мы фокусируемся на одной части нашего отражения и не видим общую картину то время как на фото мы все воспринимаем целостно и замечаем то чему не придавали значения в отражении также в отражении мы всегда видим себя отзеркаленными и привыкли так воспринимать себя а на снимках мы такие какими нас видят окружающие именно это непривычное зеркальное я нас частенько удивляет на фотографиях из всего этого можно сделать один единственный вывод настоящими мы видим себя только на фото